Всем привет дорогие друзья! На прошлой неделе мы опубликовали видео с Lexus и даже не могли представить, что оно соберется только просмотров. Поэтому мы решили не останавливаться и уже сегодня выкладываем новое видео про очень маленькую, но очень быструю машину. И мы хотели бы услышать ваши комментарии о том, что вы думаете об этом автомобиле после просмотра этого видео. Ну, они немножко того. На самом деле мне очень нравится звук у этой машины. Вот прям хочется нажимать и нажимать на педаль газа. СМОК ВИНС. У меня одного Тимофеева. Наверное, помните меня по таким машинам, как коричневый Peugeot 406 и 126-й Mercedes низкий Low Daily. Мой следующий проект это мини-купер GP. Я его купил сразу же после продажи 126-го Mercedes, где-то в начале лета. Купил я его у женщины, которая ездила на нем примерно 10-11 лет. То есть в очень хорошем состоянии. Денег в него было вложено очень много, но были косяки по кузову в виде вмятин небольших. Буквально где-то месяц назад я его забрал с полной окраски кузова. Выбрали тот же цвет, как и должен быть в оригинале. Также покрасили зеркала в красный цвет. Но в общем, все привели в то состояние, какое он должен быть в оригинале. По вложениям это была куплена подвеска BC Racing. Спереди 16 кг, сзади 14. Самые жесткие. Также куплены оригинальные диски SSR GP. Кованые. И полуслики ТОЯ 3.8. Также я установил сплиттер от PENSIWY. Цена 8 тысяч рублей с косточками кастомными. Изготовлена накладка на спойлер. Тоже продолжающий оригинальный спойлер GP для более агрессивного вида. Что касаемо выхлопа. Тут была изменена прошивка, чтобы не было чека при вырезанных катализаторах. Была полностью переварена трасса. То есть сейчас тут резонатор от калужских парней. И сзади банка Magnaflow. То есть прямой выхлоп полностью. Для тех, кто не в курсе, что такое мини Купер GP. Это лимитированная версия от мини. Всего их выпущено было 2000 штук. Моя машина под номером 1989. То есть из последних 2006 года выпуска. Из особенностей это обвес по кругу, пороги, задний бампер, передний бампер, красные зеркала. Спойлер, конечно же. Что касаемо салона. Это сиденья, руль. В общем, много всяких мелочей, которые самые топовые были выпущены за все время производства этой модели. Также отличие GP от того же Джон Купер Воркса, это то, что нет заднего ряда сидений. То есть там стоит просто распорка и большое багажное пространство. Мотор здесь, да, это 218 лошадей. Компрессор 1.6. На него ставится также номерной комплект Джон Купер Воркс турбокомпрессора. Но есть потенциал у этого мотора. Можно до 250 лошадей спокойно его раскачать. Турбокомпрессор там видно под капотом? Ну, частично видно. Сейчас мы откроем капот. Мне хочется крикнуть, давайте делать бернаут. Но нет. А в этой серии будет бернаут на переднем приводе? Сомневаюсь. Может маленький со стартом. А, то есть капот вот там открывается? Ну да, то есть если же английская машина, руль должен быть справа. Ну, руль перенесли, а такую вещь, как открывание капота, это психологически очень сложная вещь. Ее невозможно налево перенесли. А тросик не перенесешь. А ручка открывания капота находится с левой стороны, то есть противоположной. А он прям с фарами открывается? Да, открывается с фарами. В принципе, очень удобно на следующих куберах. Уже они установлены, статичные. Вот. Номерной знак. Какие-то. Джон Купер Воркс. Вот там компрессор. И интеркулерный компрессор. А что, давай заведем, послушаем. Давай, заведем. А заводится он с какой стороны? Заводится он с привычной стороны. И ключ так же справа, не как на жигулях. Я думаю, надо прокатиться. Но так как настроя, а машина двухместная, кому-то не повезет. Не очень трех. Нет? Кроссий спачкал. Смотри, как сам удобнее ходит. Неплохо. Спина устала. Ты садись ближе. А мне так нравится. Ну, по салону тут, в принципе, все минималистично. Особенно из-за того, что GP-версия тут многих вещей нету, которые... То есть, например, климат-контроль. Тут он ручной. Хотя в обычных Куперах он есть. Так же тут нету подогрева зеркал. Но есть подогрев заднего стекла. Вот. По салону, как я уже говорил, это сидение Рикара. Мультируль. Черный потолок. Это особенность. Черные стойки. В принципе, наверное, все. Так же я установил датчик Пуста, который подошел просто идеально в эту машину. Прям в стаканик. Вот. Ну, тут еще вольтметр есть. И цифровое значение также Пуста. А сколько стоило установить одного Глеба? Это бесплатный опция от Мини. Один Глеб бесплатно. Что-то мне стрёмно. На такой резине. Да вы гоните, блядь. На самом деле, я до последнего не понимал фишки вот этих всех мини-куперов. И всех постоянно спрашивал, что же в этом такого-то, что его все хвалят. И даже вот с Борей последний раз общался, когда мы с ним сидели в его новом мини-купере. Они мне все одно и то же говорили, что ты не поймешь, пока не покатаешься. И вот, когда Тимофей приехал пару дней назад ко мне вечером, после того, как он забрал тачку с покраски, и сказал, садись, поехали, вот тогда я решил, что надо все-таки позаписывать видео об этой машине. В принципе, и у меня покупка совершилась таким образом, что ко мне приехал товарищ на следующий G-CV. Я на нем прокатился и просто загорелся им. И буквально там через три дня поехал, купил, правда, предыдущую G-CV версию. Потому что реально вот после того, как я прокатился на нем, это непередаваемое ощущение. Выворот у G-CV очень маленький и приходится разворачиваться в несколько заходов. Это было сделано для того, чтобы поставить 18-е колеса, и они не упирались в арки. По обслуживанию, в принципе, даже если покупать оригинал, то есть вот я покупал задние колодки с дисками, мне что-то обошлось меньше двух с половиной тысяч рублей оригинал BMW. Какие-то детали в виде рулевых рейк там стоят больших денег, потому что это G-CV, тут рейка своя, она более жесткая. Также всякий пластик G-CV стоит больших денег. В общем и целом достаточно все дешево и, кто бы ни говорил, надежно. Интересно, есть такая теория, что все водители BMW, ну они немножко того, интересно это относится к водителям мини. Вау! Вау! Смок виноват! Можно ездить на Смикерс? Минус один. Не знаю, и даже быстро, очень быстро. Ну на этом, наверное, все. А вот у Тимофея есть вопрос. Учитывая, что до этого мини-купера у него уже было два, скажем так, стендс проекта полноценных, то теперь он метается из выбора, что делать с мини-купером. Продолжать дальше строить гонку на хорошей резине, на хороших колесах легких. Или перейти все-таки больше к стилю? Стендс стилю, то есть построить ее на фневме, с расширениями, с широкими колесами. Или же все-таки остаться в более гоночном стиле и ездить на трек и радоваться ее управляемости. Или продать. Ты бы так выступил? Или ты бы распилил? Или еще можно маме отдать. Мама, катайся. Мама, катайся. Мама, катайся. Мама, катайся.